Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер, сегодня у нас живое включение и поговорим мы про схватов. И всё как всегда, ну ничто не предвещало беды, как тут, нате вам, держите, новый инфоповод для бурления варгеймерской среды. Вообще на самом деле очень грамотный рекламный ход, показать неуловимых Джо в Вархаммер 40 тысяч именно 1 апреля. Дабы игроки ломали головы, спорили, терзались различными догадками и сомнениями, действительно ли анонсировали возвращение sci-fi гномов в мир мрачного будущего, где лишь злобно хохочут боги хаоса, или это такая удачная первоапрельская шутка. Вопрос, несомненно, злободневный. Скваты давно уже превратились в своеобразный локальный мем, появившийся в конце 80-х как своеобразный аналог гномов из Вархаммер Фэнтези Бэттлс, исчезнувшие в середине 90-х, породившие немало мифов, как например вот тот известный миф, что всех скватов просто-напросто пожрали тираниды. Ну бывает такое. И эти гномы, космогномы добавим, сформировали свою фанбазу, причем сейчас, как мне кажется, она куда больше, чем была в начале запуска, что и стало одной из реальных причин, по которой на скватов просто забили разрабы. И все-таки, скваты заполучили в свои цепкие волосатые лапы миниатюру для обновленной некромунды. Неплохо, неплохо. Так что вода, а вернее скваты, камень точат. Уже с шестой редакции, пускай пока и в микроскопических объемах, упоминания об этих ребятах к радости фанатов и любителям мемов по Вархаммеру стали появляться все чаще и чаще. Как я сказал ранее, в 2018 году появился персонаж для некромунды, в 2019 выкатили еще одну миниатюру, а в следующем, 2020 году, в худле части компании Psychic Awakening, имперский корабль вообще столкнулся со звездолетами скватов. Бывает же такое. В общем, фанаты спали и видели сны о скором выходе скватов. А все остальные игроки воспринимали все это не более чем шутку или локальный удачный мем. И тем не менее, сегодня ГВ выкатили очень провокационный ролик. С одной стороны, мы понимаем, что 1 апреля никому не верю. И может быть все это не более чем степ в духе многострадального пластикового тандерхока. А вот с другой стороны, ролик сделан уж очень добротно, круто, помпезно и дорого для простой первоапрельской шутки. Местами, ну это лично мое мнение, он куда круче большинства трейлеров, сделанных под вполне реальные релизы миниатюр. Так что, есть повод задуматься. Да еще и логотип, который они светанули, не знаю, так заморачиваться просто ради шутки, ну сомнительно, честно говоря. Впрочем, может, как я говорил выше, в этом и заключается основной смысл. Поднять шумиху, обсуждения, репосты, лайки, подписки, вот это вот все. В любом случае, как мне кажется, скватов, если они все-таки выйдут, ожидают очень серьезный редизайн, ибо делать их в старой стилистике. Ну, если честно, за исключением пары моделей, специально выделенных под скупую слезу олдфага, на мой взгляд, очень и очень сомнительно. Впрочем, на данный момент есть очень удачные модели для некромунды. Пускай совсем немного, вот на них, скорее всего, и будут ориентироваться, что на самом деле круто. Интересно, кстати, какую еще технику дадут скватам, да и дадут ли ее вообще. При этом, даже сейчас, сконверсить их не так уж и сложно. Арканафты из Age of Sigmar вам в помощь. Но лично я все равно жду выхода Пожирателей Миров или Детей Императора, куда больше, чем релиз новой армии скватов для Вархаммер 40 тысяч. Ну уж, простите меня, вот такой вот я фанат пожирашек и Детей Императора. Впрочем, это всего лишь мое личное мнение. Ну а на сегодня все, вот такое лживое включение, слегка обновленное, надеюсь, оно вам понравилось. До новых встреч, пока-пока и традиционно, да, всем гидродоминатус.